Здравствуйте! В эфире Губернский наблюдатель. Сегодня у нас необычная передача. Вы уж, конечно, дорогие телезрители, привыкли, что, как правило, в эфире присутствует только один я. Ну, это, в общем-то, и правильно. Это апофеоз, так сказать, моего самолюбования, который, в принципе, конечно же, объясним и тем, что кто, как не я, лучше всего объяснит вам, что происходит в нашем богоспасаемом городе Иванове, и каковы основные тенденции в политике, в социальной жизни, в экономике, ну и так далее. Но не сегодня, потому что сегодня я ухожу в тень на фоне великого сына Ивановского народа, Алексея Олеговича Рыжова. Именно он сегодня для вас прокомментирует... Подождите, Алексей. Именно сегодня он для вас прокомментирует важнейшее социально-экономическое и общественно-политическое событие, которое, несомненно, окажет свое глобальное воздействие на все основные тенденции в Ивановской области, в нашем регионе, на ближайшие 15-20 лет, как минимум. Я говорю о юбилейном, 15-м конкурсе красоты Ивановской красавицы, нет, мисс Иванова-2011. Итак, я передаю слово Алексею Рыжову и умолкаю. Я хочу сказать о том, что если не запретят встречное движение на участке от Харенки до Мелажевого комбината транспорта общественного, то мне очень сложно будет обогонять всех машин, которые едут вот туда, в сторону Кумира, и чтобы быстрее попадать на разные церемонии, типа Ивановской красавицы 2011, потому что вчера я вот начал обогонять их, и навстречу мне ехал троллейбус. И это была очень большая проблема, поэтому я практически опоздал на приезд. Я считаю, что мэрия областная должна, городская, этот вопрос как-то отрегулировать. По Золотому кольцу приезжайте в Иваново! Уважаемые телезрители, я хочу просто уточнить, что передачу мы записываем в субботу, извините, не в прямом эфире, поэтому Алексей говорит, что вчера, вчера это была пятница. Продолжайте, Алексей, у вас еще что-то сказать? Хорошо, Михаил, очень приятно иметь товарища, которые ориентируются во времени и пространстве. И особую гордость вызывает то, что он был земляк и вырос на этой земле. Именно в Иванове живут наиболее люди, которые себя отождествляют во времени и пространстве, понимают последние тенденции и мировые тренды. По Золотому кольцу приезжайте в Иваново! Иваново, разруливай! Что можно сказать про конкурс Ивановская красавица? Прежде всего, меня восхитило и удивило огромное количество членов жюри и спонсоров. Мне кажется, нет в Иванове такого названия, которое бы не было представлено в качестве спонсора. Все бизнесмены и все торговые сети, включая рыбные магазины и кроликовые хозяйства, были представлены в качестве спонсоров. Очень много уважающих людей, включая замглавы, замзамглавы. В результате кончилось это всеобщим пьянством. И в конце, когда мы обсуждали действительно достойную девушку, возникли очень большие разногласия. Не на всех хватило коньяку и бюллетеней. Но в результате все пришли к единому мнению, что почетное звание представлять Ивановскую красавицу на конкурсе «Мисс Россия» поедет девушка, которая уже имеет парня, уже имеет образование, у нее богатые родители. В принципе, ей ничего больше от жизни не надо. И поэтому я думаю, что ее насыщенная жизнь только начинается, потому что мне девушка действительно понравилась. Тем более, она подруга моей дочери. И буквально перед конкурсом я получил смс-ку «Голосуй за номер 21». Я проголосовал, и она победила. Ну что ж, дорогие телезрители, я думаю, что сегодня в нашей передаче мы вскрыли все самые наболевшие, злободневные, так сказать, проблемы. Все нарывы вскрыли. И с помощью Алексея Олеговича наше развитие нашего города, конечно, пойдет дальше более динамично и более успешно, потому что люди теперь понимают вообще, что происходит в городе. И что вообще, какие подскудные вещи. Ну, а сейчас, я думаю, мы займемся нашим тем вопросом, ради которого собралась сегодня здесь эта уважаемая организация. Мы будем обсуждать выживание популяции бобров в Дмитровском районе города Москвы. Эти бобры ивановского происхождения. Поэтому для города Иваново, города Дмитров, наверное, скоро будет очередным городом-побранным. У этих бобров очень крепкие ивановские корни. И сейчас этот бобер догадит вам, потому что будет на своих корнях прыгать на батуте. Уважаемые телезрители, мы завершаем нашу передачу. Нас еще ждет BBC. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok